Пошел. Как вести себя в бою, правильно передвигаться с автоматом в руках и адекватно реагировать на взрыв. Именно этому учат в тренировочном центре гражданского корпуса «Азов», который недавно начал свою работу. Центр базируется на территории детского лагеря. Здесь есть полоса препятствий, отвечающая натовским стандартам, столовая с кухней, площадка для тренировок и жилой корпус. Проходим. В корпусе два этажа, несколько жилых комнат и зал для тактических занятий. Здесь живут разные группы ребят. Вот наш теоретический класс. Здесь проводятся лекции по тактике, по патриотическому воспитанию ребят. Мы поставили доску, поставили телевизор для того, чтобы смотреть фильмы целевые. Там системы выживания в городе, в зеленке, фильмы по тактике смотрим. Профессиональных военных у нас слишком мало. У нас в основном обычные совершенно люди, которые не подготовлены абсолютно. И тем не менее, за счет фильмов, за счет инструкторов, мы из них за месяц буквально делаем людей, которые способны нормально дать отпор. Помимо теоретических занятий, проводятся, конечно же, и практические. Среди прочих – полоса препятствий. На вид кажется, что замысловатого в ней ничего нет. Но на самом деле… Она нужна как эффект неожиданности в бою. То есть в любой момент вам придется перелезть через какой-то забор, пролезть, скажем, где-то под стенкой, вниз по подвалам и так далее. И она, по сути, как бы просто помогает привыкнуть к эффекту неожиданности, но делает это в играющем режиме. То есть, в принципе, ничего сложного как бы нет, но человек постоянно привыкает менять ситуацию в бою. Важнее всего – это приучить человека передвигаться ползком достаточно быстро и низко. И точно так же передвигаться в формации сидя, бегом или шагом, чтобы он не в полный рост двигался. Это очень важно. Научиться ее преодолевать полезно даже тем, у кого есть спортивное прошлое. Она устроена таким образом, что даже тренированные люди ощущают на себе последствия таких упражнений. Немножко непривычно вот эти моменты с падениями и так далее, потому что ребята, которые борьбой занимались, им это привычно. Мне как бы немножко непривычно физическая нагрузка, терпимая. Немножко мышцы, которые не работают при обычных нагрузках, так вот чувствуется, что нагружаются. Особенно когда там ползаешь гуськом и так далее, особенно при такой погоде, колени, ну такое сбывается непривычно. Мало того, все эти упражнения нужно выполнять еще и с автоматом в руках, что очень усложняет задачу. Это ММГ, назывался он когда-то АКС, с исходным прикладом. Его абсолютно уничтожили как боевое оружие. Он абсолютно по весу и по габаритам соответствует боевому оружию. Из него просто нельзя стрелять и все. Человек, да, привыкает его держать в одной руке даже, если там с упором, без упора, неважно. Учатся правильно целиться. Пошел. Локоть опусти. На какой точке вы работаете? До забора. Помимо того, что автомат нужно правильно держать, из него еще и нужно правильно целиться, точнее с правильной позиции. Стрельба из более нижней формации, она позволяет человеку еще ниже находиться по отношению к противнику, но при этом он намного быстрее встает, чем если это лежачая формация, скажем. Вот у вас позиция сидя и вы сразу дальше проваливаетесь. Просто. Но при этом вам можно очень легко встать и побежать сразу. Понятно, да? Могут дать инструктора центра и более специфические навыки. Правда, не все. В данном случае практически как на вертолете. В случае чего придется падать. Человек, совершивший ошибку, может угробить не только себя, но и всю группу. Пока человек работает со снаряжением, когда он попадает на высоту, как он себя там ведет, как он реагирует на материал, по нему сразу понятно, сможет он работать или нет. Жизнь в лагере максимально приближена к армейским будням. Есть три основных правила. Порядок, распорядок и дисциплина. Все должно быть чисто, сделано вовремя и беспрекословно. Нарушение этих правил влечет за собой наказание. Дрова рубают, корпус убирают, помогают в столовой, заметают на крыльце. Ну, все делают. Нарушителей в лагере немного, ведь все идут сюда добровольно. Кто-то приобретает навыки для себя лично, а кто-то для того, чтобы дальше попасть в спецбатальон. Здесь, схидный корпус, здесь находятся оформленцы, то есть так называемые, то есть те люди, которые оформляются в роту милиции, они здесь проходят тренировки, ну, тренировочный процесс для них организован нашей ротой, чтобы когда они оформились, они уже были в какой-то кондиции, в форме. И, то есть, не занимало еще больше времени их тренировать после того, как они будут милиционерами. Пока у нас формат был, два раза мы приезжали на выходные, в дальнейшем их ждет формат на целую неделю. Всего существует три вида групп. Первая – группа выходного дня, вторая готовится к территориальной обороне Харькова, а третья – к зоне АТО. Каждая из групп боец получает самые необходимые навыки. Боевые обстановки, они выматывают, по-настоящему выматывают. То есть, если человек с непривычки, он может входит до того, что, ну, просто там, заболеть, скажем так. По итогу занятий инструктора принимают экзамен. Условно, конечно, ведь цель тренировок вовсе не бумажный сертификат, а реальная возможность остаться живым в бою и защитить свою страну от врагов. Каждый человек, если который собирается идти в зону, то защищать нашу страну, он должен иметь какую-то подготовку, а не идти просто, как пушечное мясо, скажем так. Ольга Калиниченко, Евгений Клементьев, 057UA.